Потребление табака одна из причин смерти, которую возможно предотвратить. По данным Всемирной организации здравоохранения, курение приводит к гибели каждого десятого взрослого человека в мире. Ежегодно от табачной эпидемии умирают около 6 миллионов человек, более 600 тысяч из которых жертвы пассивного курения. К 2030 году эта цифра может вырасти до 8 миллионов. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Варушичев Вячеслав Леонидович, клинический психолог Кабинета профилактики наркологических расстройств краевого наркодиспансера. Здравствуйте. Добрый день. И Валентина Алексеевна Кудряхцева, врач-пульмонолог, заслуженный врач Российской Федерации, врач Владивостокского клиникодиагностического центра. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, в общую какую-то, может быть, не статистику, но тем не менее, какой-то вывод сделаем. На данный момент больше курят у нас, меньше курят. Интересно ваше мнение, ваше наблюдение. Знаете, мои наблюдения курить стали меньше. Это как-то и чувствуется, и культура населения, в общем-то, выросла. Если курящий стоит где-то на постаменте, ему так подойдут, тихонечко где-то на лестнице скажут. Вы знаете, у нас здесь место не для курящих, будете курить, там, пожалуйста, есть место, курите. И вот мы уже несколько лет, наверное, так просматриваем статистику, разговариваем с молодыми людьми, по школам ходим, по вузам. Как-то стало это не модно. Вот эта мода еще остается где-то, знаете, в деревнях, в отдаленных. Вот там как бы вот, если какой-то малыш там курит, он считает себя взрослым вроде бы как. А во Владивостоке заметно упала, и обращаемость упала к лечению. То есть вот за полгода этих у нас был один звонок всего лишь, направленный на, можно ли у вас полечиться от курения. А раньше? Ну, раньше было раз в пять, в шесть больше. То есть действительно значительно упало количество курящих, это здорово, это хорошая статистика, она обнадеживает. Чаще на улицах стало, заметьте, меньше курков. Я думаю, что это в том числе связано и с тем, что, ну, во-первых, действительно это как-то не модно. Сегодня все-таки большинство молодежи выбирает здоровый образ жизни, и не только молодежи. Я думаю, это и с этим связано. И наверняка это также связано и с тем, что был принят закон, который запрещает курение в общественных местах, нельзя курить в заведениях. Правда? Как вы считаете, это действительно связано и правда ли он так помог? Это, я думаю, это связано. И, ну, сначала как бы штыки немножко его восприняли, как любой другой закон. А потом, глядя в инстаграм, посмотрите, там больше людей в фитнес-залах, чем людей, стоящих с сигаретой. Это, это правда. Но, тем не менее, увы, остаются те, кто предпочитают курить сегодня. Сегодня. Давайте поговорим об опасности курения, чем оно чревато. Действительно, вот вы специалисты, которые абсолютно объективную информацию можете нам сегодня предоставить. Мне бы хотелось, чтобы те телезрители, которые все еще курят, услышали об опасности. Ну, нужно сказать, что в табачном дыме около 4 тысяч токсических веществ, то есть веществ, которые действуют агрессивно. И, прежде всего, сюда входит много таких веществ, которые вызывают поражение всего организма. Не может, если же со стороны органов дыхания, куда он вдыхает, здесь более значительный процент заболеваний, в том числе такой болезни, как хроническая обструктивная болезнь легких, который сегодня стремится выйти на одно из первых лидирующих мест, приводящих к смертности. Но не все, как говорится, курильщики заболевают этой болезнью, зато они заболевают другими болезнями. Это у них чаще бывают инфаркты миокарда, это есть поражение языка, есть поражение органов пищеварения, сосудов, которые приводят вплоть до инвалидности. Поэтому каждый врач, который ведет прием, у нас есть центр профилактики. Вот недаром у нас сегодня Международный день борьбы с курением. Все направлено на то, чтобы убедить человека, что причиной на первом месте его такого затяжного заболевания или причиной является именно курение. Даже приходя на прием дети, мы не только деточек смотрим, как они, дети, не курят, но спрашиваем тут же родителей, курят ли они. Иногда можно слышать такой ответ, что а он дома не курит, допустим, муж или жена. Курят на улице, но они должны помнить, что вместе с одеждой, волосами, они заносят элементы табачного дыма. И бывая вот с поездом здоровья, который у нас в Приморском крае организован по районам, я тоже в нем работала. Хочу сказать, что в ряде поселков, именно поселков, курение значительно меньше. Там единицы среди школьников были курящие. Но вот глубже, как говорится, в район, в селах, там, конечно, процент больше. И вот в Шкотовском районе такой запомнился эпизод, когда мальчик 13 лет вез 4-летнего. И он говорит, поругайте его, потому что он собирает окурки. То есть вот эта борьба, которая все-таки ведется не только на правительственном уровне, но и на уровне, как говорится, не только врачей, но и общества, это очень хороший знак тому, что мы будем здоровее. Я знаю, что существует много споров. Есть ли вот эта химическая, так называемая, если это правильно, зависимость, ну, в народе ее так называют, от сигареты, или это все-таки какая-то физиологическая привычка, связанная, я не знаю, с тем, понервничал, закурил, да, вроде как расслабился, как многим кажется, хотя, насколько я знаю, это также не так, сигарета не помогает, да, она не является успокоительным средством. Интересно, опять же, ваше мнение на этот счет узнать, что такое все-таки никотиновая зависимость и вообще существует ли она? Такая же зависимость, как и любая другая, подходы, ну, почти те же самые в лечении. Ну, если говорить об алкоголизме, да, ну, уже, наверное, научно доказано давно, что действительно есть прямая зависимость человека от алкоголя. А если говорить о сигарете, то точно такая же, да? Точно такая же, да. То есть она лечится медикаментозно, или как это происходит? Так же, как и алкоголизм, кто-то выпивает свою бочку и перестает сам пить, кто-то с помощью врачей это делает, кто-то идет в монастырь, кто-то так бросает пить. То же самое и с курением. То есть, просто я замечала, что некоторые, ну, достаточно легко отказываются от сигареты, они понимают, что, как вы говорите, да, отрезано? Кто-то легко отказывается от алкоголя, а кто-то легко отказывается от сигареты. Может человек курить там одну сигарету, две сигареты, три сигареты в день, считать себя курильщиком, а кто-то курит пачку и не считает, что он курит. Но если он бросил курить, вот как для врача-клинициста, это, конечно, он получает большой плюс в своем здоровье. Он получает удовлетворение, радость семьи. Это вот со стороны психологического такого статуса. А вот что касается здоровья, то есть его течения болезни, да, ему становится значительно лучше, потому что курение влияет на качество лечения. Поэтому мы очень строго смотрим во время лечения, курит он или нет, потому что это будут траты лишние на приобретение лекарств, то есть экономика семьи будет страдать. И, конечно, он получает удовлетворение от того, что чувствует себя хорошо, может ходить на работу, но и только одни плюсы. Мы говорим скорее вот не бросить курить, когда приходит курильщик и говорит, я хочу бросить курить. Ты уже бросил, может не курить. Ты уже пришел к нам, да? Трудно заново не начать. Курить, то есть, чтобы он понимал, что бросить можно 20 раз в день. А есть какие-то советы? Как, может быть, заменить чем-то эту привычку выйти покурить? Я бы вам сказал бы, ну так, наверное. Можно лучше всего обратиться к специалистам. И каждому уже есть свой индивидуальный? У нас в диспансере есть бесплатное лечение от курения, есть платное лечение от курения. Мы в кабинете профилактики занимаемся тоже курильщиками. Нужно к нам обратиться по телефону 73-48-20, получить полную консультацию, ну не по телефону, а приехав на 40 лет в ЛКЦМ-19, да, и все об этом узнать. То есть, арсенал медикаментов в диспансере, ну, мирового уровня, скажем, то есть у нас есть все. То есть, любому человеку, с любой сложностью зависимости от курения? И с любым кошельком. С любым кошельком можете помочь, это здорово. А те, кто курит, все-таки курит, необходимо проверить функцию своего дыхания, потому что тогда, может быть, это заставит его бросить курить. У нас сегодня есть центры здоровья, где есть спирографы, где он может проверить свою функцию дыхания. Это наш центр аллерго-респираторный, где тоже можно прийти и проверить эту функцию. Есть анализаторы, которые могут посмотреть, мы можем, сколько СО2 он потребляет и в какой он зоне находится, в оранжевой, зеленой или красной. И также в районах нашего края тоже есть спирографы, где он может прийти и это посмотреть. Потому что падение объема форсированного дыхания по сравнению со здоровыми значительные, почти на 30-50%. Это уже большой звонок к тому, что у тебя будет развиваться болезнь. И на это нужно очень серьезно обращать внимание. У нас есть тесты на выявление курящих. То есть курит или не курит человек. Мы можем протестировать там в школе. У вас не обманулись. Да нет, конечно, ребятки наши школьники достаточно умные, и, конечно, обмануть можно любого. Но такая методика существует. То есть родители, если заподозрили своего ребенка, потому что он курит, могут нам прийти, мы его протестируем. Интересно. Ну, наш аллерго-респираторный центр проводил среди школьников обследование слюны на содержание иммуноглобулина А, то есть который повышается при курении. Поэтому здесь уже, как говорится, выявление было прямое, что этот юноша курит. Как быстро организм человека восстанавливается после того, как он все-таки бросает курить, и восстанавливается ли он на 100%? Сложный вопрос. Ну, смотря сколько он курил, или это был год, или это было 20 лет. Это понятно, конечно, да. Есть даже, ну, такое, как полуповерье, полуправда, наверное, что человек там длительно курящий, потом, когда бросает, там, 40-50 лет покурил, тому становится гораздо хуже. То есть он начинает... Уже сложно без никотина. Все болячки начинают, да. То есть до такой степени уже никотин внедрился в обмен, что вот организм так болезненно реагирует. Говорят, это на клеточном уровне, да? Здесь надо, да, индивидуально смотреть доктору, лечащему, какие советы давать. Ну, я не совсем соглашусь с этим, потому что, когда бросали курить, только положительное мы получали. Но нужно отметить следующее. Иногда человек приходит и говорит, что я не курю, но курил до этого, там, 30-40 лет, 20 лет. Но это не значит, что во время курения он не получил те изменения, которые у него есть в организме. Вот почему сегодня врачи-кардиологи, онкологи, другие специалисты присылают к врачу-пульмонологу именно посмотреть на его органы дыхания. Потому что у него одышка, это только симптом. У него кашель, это только симптом, который может быть при любых заболеваниях. И мы начинаем обследование, которые действительно ставят диагноз или бронхиальную астму, или хронические ретруктивные болезни легких, правильно назначенные лечения. И то основное, которое назначали кардиологи, онкологи и другие специалисты, его качество жизни улучшается. Это же просто хорошо. Вот про качество жизни я немножко дополню. Конечно. Недавно был у нас семинар, и как раз специалисты говорили о том, что как бы так вот курящему человеку улучшить качество жизни. Ведь сложно так, что вот прошла наша передача, человек сразу пошел и бросил там курить, и не начинает курить. Но я скажу так, если после нашей передачи тот, кто курил 20 сигарет в день, выкурит 19, считайте, что мы сделали очень с вами большое дело. А тот, кто курил 19, выкурил 18 сигарет, и уже через неделю он уже курит там, ну скажем, 16 сигарет. Ну, это можно только в ладоши похлопать, потому что вот эти страшилки, которые там на пачках, уже много об этом говорили, они, как правило, не работают. Они только раздражают человека. Он курит, да, у него это страшилка. Что такое хобу? И как он проявляется? Ну, это поражение органов дыхания. То есть, когда токсические вещества табачного дыма, они прежде всего поражают ресничные петели, которые защищают нас от вредных частиц, которые мы вдыхаем. Там происходит изменение, эпителия, и гибель его. На его месте появляются многоядерные эпители, которые говорят о том, что, скорее всего, там может быть опухолевый процесс. Ну, вот сейчас два слова скажу о опухолевом процессе. Недавно был молодой человек 70-го года рождения, который обратился с жалобой, что у него имеется осиплость голоса. Юноша был и у врача-фониатора, был у лор-врача, но ничего подозрительного не нашли. Флюорограмма у него была нормальная. Функция дыхания тоже вроде бы неплохая, а вот осиплость голоса это насторожило. И когда он сделал компьютерную томограмму легких, у него был процесс уже верхней доли слева с переходом на правую сторону. То есть это очень серьезное явление. Как я уже сказала, что это не только заболевание легких, я о нем скажу позже, но и, может быть, рак языка, гортани. Вот у нас прошло где-то 4 пациента, у которых был рак гортани. И они дышали через трубку, как говорится, дырку в шее, от рахиостому. И они умудрялись курить через нее, кто не смог бросить курить. И таких пациентов лечить было очень-очень трудно. Поэтому надо задуматься. Что же касается хронической обструктивной болезни легких, то защитным механизмом уже в начале курения и затем со стажем является это кашель. Кашель в данной ситуации наш друг. То есть все, что плохое попало туда, ну мы вот поперхнулись, да, кашель происходит. Выбросить, удалить. Ну и как бы человек со временем привыкает к этому. Ну подумаешь, утром покашлял. То есть так ставят хронический бронхит курильщика. Но затем это все может перейти в так называемую хроническую обструктивную болезнь легких. Причиной на 97% является именно курение. И первыми симптомами, уже звонками серьезными, является, что не только кашель, который у него раньше был, это одышка. Сначала он не может подняться в гору, как говорится, одышка. Затем он не может пройти по прямой 200 метров. Надо остановиться и отдохнуть. Затем он не может пройти 100 метров. И затем уже не может выйти из дома. И вот гонит к врачу, заставляет прийти, это именно появление одышки. Он это думает, что это за счет сердца, или обследует другие какие-то моменты, но там все отрицают. И тогда это наш пациент. Но лечить бывает очень сложно. Но можно. И первое лечение, как бы первый этап, номер один, это бросить курить. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем наш разговор о борьбе с курением. Сегодня появляются различные альтернативы. Якобы более полезные, уж не знаю, насколько, и так ли это. Это так называемые вейпы, айкосы, и многие, особенно среди молодежи, переходят. Вот как относитесь к этому вы, как специалисты? И действительно ли это лучше, чем сигарета? Может быть, как хотя бы в переходный период, когда человек хочет бросить курить? На ваш взгляд? Вы знаете, первый раз знакомство моё с вейпами было в пробке. Впереди стояла машина, и вдруг из-за неё повалил дым. Я выбежал с огнетушителем, думал, машина загорелась. А это оказалось, молодой человек таким образом развлекается. Сейчас, можно сказать, однозначно прошли исследования вейпов в Крымском университете и доказано, что вейпы вредны. Во-первых, первое, что поглощается большее количество дыма, хотя вот если брать две пробы, например, по одному литру, вроде бы как меньше, но курильщик выкуривает, если так он выкуривает одну сигарету, то вейпов он выкуривает 30-40, получается. Поэтому вейпы однозначно вредны. И вот вторая история, это вот так называемые айкосы. Та же самая история. Скапливаются ингредиенты, и никто не знает, как действует, допустим, глицерин, который там содержится, растопленный через 5 лет, что он даст, через 10. То есть ещё рано какие-то выводы делать? Ещё рано делать какие-то выводы, но первые выводы уже сделаны, они вредны. В любом случае. Да, и наш главный федеральный врач, морковок доктор Брюн, сказал однозначно, вейпы вредны. Всё, что касается вдыхать, то, что не положено воздухом, которым дышит человек, всё является вредным. Всё седает туда на рюкзе. Да, и я два слова скажу о пассивном курении. Пожалуйста, не думайте, что это так просто. Я приведу пример. Женщине, 67 лет, которая не работала в сложных условиях, каких-то вредных, не курила, но зато у неё курил муж. Он курил до двух пачек в день, он курил ночью, и она с ним жила всю свою жизнь. И заработала, как мы уже говорили, этой болезни, хроническую обструктивную болезнь лёгких. Поэтому, пожалуйста, хотелось бы призвать тоже отрицательно относиться к тем, кто вокруг вас. И вы тоже вдыхаете для себя вредные вещества. Я бы ещё одну такую хотел бы тему немножко раскрыть. Когда появились, помните, лёгкие сигареты? Лёгкие, средние, потяжелее. И люди вроде как бы обрадовались, что лёгкие сигареты, вроде как меньше никотина, меньше смол. Так вот, это всего лишь уловка. Торговая, да? Компании, которая выпускает табак. Он всё равно больше. Нет, оставались отбросы после того, как делали сигареты. Не знали, что с ними делать. И стали перемалывать, смешивать со смолами в данных пропорциях. И это как бы пошли лёгкие, там средние и так далее. То есть, по сути, получается, лёгкая сигарета ещё более вредна, чем обычный табак, выращенный где-то в Виржинии. Американцы вообще стали в Россию поставлять сигареты первые. На коробках было написано употреблять за пределами США. Вот как в 90-е годы. Не помните, когда были, ну, вы, наверное, не помните, были такие сложности с курением. не было нигде табака. Вот такие к нам из Америки приходили коробки, где было написано употреблять только не у нас. Понимаете? по сути, мы курили отбросы. Да, понятие лёгких сигарет. Потому что, чтобы добиться, вот нарколог скажет, того ощущения, которое он получал ранее и перешёл на лёгкие, то всё равно он большее количество сигарет. Отсюда и смол больше, и больше вреда для себя. И опять же, эта смола же не табачная, это смола, вот принесённая в банках, и никто не проверял, что это за жидкость, что говорят, вот куку-ку-ку-ку-ку-ку делают тоже из какого-то наполнителя. Та же самая история, да, то есть там кислота чистой воды, вот, которая расплавляет металл, и вот эти смолы, которые находятся в этих баках, которым, эти стружку всякую табачную, как бы, разводят, тоже никто не знает содержания, просто написано смола, а что в этой смоле на пачке не пишут? Известно одно, это в любом случае не полезно и даже вредно для организма человека, абсолютно любого. Я не могу не затронуть тему внешности, как курение может сказаться на внешности, я думаю, для девушек, которые курят, наверное, может быть, ваше мнение, да, как специалистов, послужит первым шагом к тому, чтобы бросить курить. Говорят, портится кожа, появляются большины раньше. Это однозначно, потому что, когда ко мне заходит молодая женщина или просто женщина, я уже вижу, что эта женщина курит, просто у ней совершенно другой вид. И я просто проверяю себя, спрашиваю, курите? Она, как вы узнали? Ну, потому что у вас на лице это написано. А как вы узнали? Это цвет лица, да? Цвет лица. Во-первых, морщины появляются больше всего. Вот. И, конечно, голос тоже меняется у курильщика. То есть, со временем, действительно, это влияет на голос? Это влияет, конечно. Очень неприятно. Злостные курильщики, женщины, которые таким хорошим мужским кашлям, сиплым кашлят. Но я толерантно отношусь к тем женщинам, которые там курят одну сигарету или где-то бывает, ну, просто курят где-то в клубе. толерантно. Это как мне одна пациентка сказала. Я говорю, а зачем вы курите? Она говорит, я очень редко курю, когда хожу в ресторан, чтобы показать маникюр. Так что, вот такие смешные истории бывают. Вот. Поэтому, курение однозначно должно быть вычеркнуто из жизни людей. Нам уже пора заканчивать. Мне бы хотелось, чтобы мы сегодня об этом говорили, но тем не менее, как итог нашей передачи, вы, наверное, подсказали, каким должен быть первый шаг. Человек решился, но он все-таки не может отказаться от сигареты. Куда обратиться? Может быть, какой-то совет, как ему стоит в первое время отказываться заменять чем-то сигарету? Интересно ваше мнение. У нас анонимный кабинет существует. 2.73, я говорил, 48-20 телефон. Находимся мы на 40 лет ЛКСМ-19. Можно прийти и анонимно, либо неанонимно полечиться, либо получить какой-то совет, консультацию. Можно прийти в головной офис на Станиковиче, там получить информацию. Поэтому все для людей как бы сделано. И вот я думаю, я даже наверное уверен, что главным все-таки является семья, там где отец и мать не курят. Тогда и как-то сын смотрит на это все. То есть должна быть психологическая поддержка окружающих, что все должны его в этом поддержать. И на работе так же, чтобы не курили. Тогда сложно будет. Да, потому что многие компании сейчас поощряют коллектив там, где они курят. То есть может быть им премии. А те, кто курит, им наоборот снижают в процентном отношении. Поэтому вот Хороший стимул. Конечно. И больничные листы тоже. Мы знаем, что курильщики чаще болеют острыми респираторными заболеваниями, бронхитами, различными обострениями. Поэтому все направлено на то, чтобы не принимать то, что не нужно организму совершенно. Единственный минус в этом законе, что курить запретили, но не выделили места во многих учреждениях, места для курения. И это принимает уже такой, вы знаете, я согласна. Но не камильфо. Появляются стихийные места для курения. Не камильфо, да. Нужно все-таки альтернативу предлагать. Надо руководителям, когда они ставят запрет курения, подумать о том, где курящие будут курить, не затрагивая некурящих. В любом случае, курить здоровью вредить. Я надеюсь, что мы сегодня помогли, может быть, кому-то сделать этот первый шаг в борьбе с курением, завязать с этой вредной привычкой. Думаю, что надо будет поздравить тех людей, которые сегодня бросят курить. Или выкурят на одну сигарету меньше. Хотя бы так. Хотя бы так. Спасибо вам огромное. Спасибо, что пришли к нам на программу, поделились очень полезными советами. Спасибо большое. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин